всем добрый вечер снова наша недельная глава глава мишпатим законы принципе наша глава полна разных законов всевозможных законов и в принципе можно браться за один закон другой закон глобально разбирать их сравнивать и так далее есть короче о чем говорить но я сегодня хочу затронуть одну тему очень важную и в которой в каком-то смысле есть разница между сказанным в торе или понимаем истории и между тем что это как это приведено мудрецов в талмуде а потом в поколении поколения среди наших мудрецов я хочу поговорить а по поводу изучения торы женщины дело в том что как-то связано наш недель на голову сейчас поймете у нас начинается глава и это законы которые предпоставь то есть предлата перед ними перед народом израиль по этому поводу поводу этого стиха говорят наши мудрецы объясняет этот стих о чем он речь гмараф трактате бабокама это говорит дебейраби лазар тана то есть учили то есть бетнедраш раби лазара ве элуха мишпатима шерта симлиф негем и швака туф и шали и шли холадин им шебатура то есть этот законы которые ты поположишь перед ними то есть сравнил то есть поставил на одну план на одну уровень стих женщину и мужчину по поводу всех законов которые в торе то есть принципе исходный подход торы в том что по поводу всех законов торы женщина и мужчина абсолютно равны нет между ними никакой разницы а если мы соединим с этим слова раши которые тоже базируются наши мудреца что муж не просто показал народу законы которые должны знать и исполнять а также они должны стать им понятными они должны выучить и знать настолько как сказано как накрытый стол готовы к еде кстати оттуда появилось название книги рабьё сыфкара шурхана руф в том смысле что как накрытый стол для готовы для нее в принципе из этого выходит что выходит что речь не только о том что женщины они часть всей системы законов торы заповеди повелительных запретили запрещающих и так далее но в принципе они часть этой системы на них лежит обязанность понимать эти законы углубляться в них то есть в принципе и мужчина и женщина обязана изучать тору и разбираться в этих законах так выходит из того что сказано более того по поводу вообще всех торе в главе и тро в предыдущей главе сказано о чем котомар левейт яков в это гитлев на израиль так скажи ли бейт яков так скажи дом у якова и сыновьям израиля все комментаторы объясняют о чем идет речь но бейт яков это женщины то есть когда всю тору выкладывают перед народом израиля это включают женщин а и бейбне израиль это мужчины кстати по этой причине называется харидимная называется рэшот то есть харидимная рэшот как по-русски сказал рэшот вылетела из головы короче школы харидимные женские называется бейт яков в любом случае мы видим здесь что есть обязанность то есть мужчины женщин участвовать во всем понимании то есть принятие тора и утечения тора и так далее более того если мы пойдем в книгу дворим где описано было заповедь агхель агхель это кадара в 7 лет праздник сухо собирается весь народ израиля в иерусалиме и царь израиля читает тору и так мы читаем в эйкхэлита амхана шим ванна шим ванна шим ванта в лиман и шму на лиман и лиман и лмиду сказано то есть да и собери весь народ мужчин и женщин и детей для того чтобы услышали для того чтобы учили то есть в принципе из этого выходит получается что базовый подход торы к тому что и мужчины то есть то есть женщины вместе с мужчинами находятся как и в тем кому была дана тора кто обязанность но также и в обязанности и знать познавать изучать и так далее то есть женщин тоже обязаны то есть в принципе изучение торы к женщинам тоже относятся вместе с тем когда мы открываем морозу на автор сута там есть спор между мудрецами эпохи мишны по поводу имеет ли право муж человек учить свою дочь тори мекану мер бен азай хая в адам лиламеды битов тора то есть этого учил бен азай что человек то есть мой человек обязан учить свою дочь тори рабили эзер кстати рабили эзер имеется ввиду корабили эзер я специально упомянул сейчас то есть я скажу его мнение я немножко объясню в чем то почему то есть так важно его имя то есть кто это такой точнее кто это сказал рабили эзер умер кола миламед битов тора лом дат тифлют тот кто каждый кто учит свою дочь тори как будто учить то есть как сказать тифлют это пустая поверье и так далее в принципе из него слово уходит что нельзя детей дочерей учить тори это очень плохо женщин учить тори кстати рабили эзер почему я сказал очень важно рабили эзер бен гуркин сам свидетельствует о себе что он шмуты что такое шмуты шмуты это бейт шамай он из дома шамая по идее по нему не устанавливается потому что бен азай он дает бейт гилеля только бен азай тоже проблематичный человек чем проблематичность бен азая бен азай человек который был женат на торе бен азай человек который он женился женился знакомый но она дочерь объективы и он был настолько поглощен торой что он сказал своей жене то есть да вот я первую брачную ночь ты пойди там приляг а я пока поучусь то есть да чуть-чуть и потом я к тебе подойду и в конце он просидел до утра и даже не заметил то есть к нему жена вышла то есть с утра как бы окей он сейчас это утром наступило дорогой и он сказал он с ней развелся он сказал что я не могу по причине того что я женат на торе то есть я не могу быть человеком который я не дам никому своего внимания и так далее то есть меня тора полон захватывает поэтому человек который для которого тора вся жизнь тоже как бы два очень проблематичного самое проблематичное что били азарт он стал как бы его взяли в галаху то есть ноги начали по нему теперь у нам должен мы должны задаваться вопросом что такое тифлют и гмара нам пытается нам объяснить тифлют салкадатаев то есть это гмара там же в прокате сута тифлют ты хочу то есть хотел сказать понятно он не учит ее там всяким плохих вещам а как будто он и учит этому почему амарабиа запретил как сказано они хухма шаханты орматы вам приводит стих ки ванши них на саху маба адам них на сабу армумит потому что тора это мудрость и сказано в стихе то есть когда заходит мудрость в человека в него входит армумиют армумиют что имеется ввиду то есть рабили абхагу то есть понятно он говорит в чем проблема проблема в том что знания могут нанести вред ибо во многих знаниях то есть да много то есть раздражение и так далее у добавляющие знания добавляющие добавляет боли то есть да знание делать тяжелый то есть в принципе человек может использовать добавочные знания для того чтобы скажем так с ними играться для того чтобы их использовать не совсем красиво не совсем хорошо быть армуми быть хитрым и так далее теперь гамара который говорит про этот армумию то есть вот этот вот хитрость так далее как его можно понять где проблема в чем проблема есть два объяснения сразу просим женщине обижаться нужно понимать исторические аспекты это мы дальше разберемся вы увидите рамба объясняет так в чем проблема из-за того что большая часть женщина то есть да у них то есть их мысль не направлено учиться они умеют не умеют учиться не направляются учиться но они берут то есть моцьет это диврей турали диврей хабай лефи ониют да там то есть да по скроме по скудности мысли своей они берут слова торы провещает их слова короче пустые глупости всякие и так далее в амруха хамим поломет пито турак и люмилом дати фрукта то что сказал мудрецит то есть он мейтвудрабелезера то есть да что как учит твою тору то есть твою дочь как будто учат глупости принципе что он пытается сказать рамбам пытается сказать что из-за того что женщины они не очень развиты с точки зрения интеллектуальных способностей снова нужно понимать в те времена когда рамбам женщины ничего не учили по этой причине развития интеллектуального не происходило вы знаете что человека по-настоящему можно взять человека с нормальным ампью нормальные то есть развитым мозгом глобально если мы не учите положить его засунуть такой то есть что он не будет ничего учиться и так далее его можно сделать идиотом то есть он будет умственно отсталым это называется фигур свиватиной когда умственно отсталось из-за окружения из-за что называется окружающей действительности поэтому он говорит то есть это вот такое кстати мы и то есть рамбам еще он нежно мы ири он намного более хуже это сказал он сказал так то что сказал рабелезер дворим тфилим то есть пустые вещи то есть место что учит свою дочь пустым вещам то есть из-за того что называется она прибавляет хитрости из-за того что у нее доскутный разум то есть да она думает что она постигла что-то и потом бегает как колокольчик извиниться думаю всем рассказок она умная кстати в этом случае то что мэри сказал я сегодня бы сказал про многих мужичин которые это делают иногда то есть у них ума не хватает понять они думают что они поняли все знают а потом бегают и звенят как колокольчики но и мэри имеется ввиду то есть что они имеют ввиду они базируются на то что сказали наши мудрецы женщины их мысль легкомысленно что они считают что если дать женщинам слова торы то что происходят то они приобретут вот этот вот хитрость вот это неправильно испорченное понимание из-за того что их учеба будет неполная она будет не все плакающие из-за того что у них будут частичные знания причем очень часто неправильно поняты это приведет к разным проблематичным пониманием и результатам по этой причине лучше этого не делать но это одно понимание что-то по армии мудр но мы можем понять это по-другому мы привыкли говорить что у понятия знания есть ценность сама по себе говорит очень интересную вещь он говорит про стих то есть то что сказано царям сломал добавляющий знания добавляет боль он говорит и несмотря на это добавить знания несмотря на то что добавляет боль добавить знания что имеется ввиду есть ценность понятия знаний нужно знать то есть в принципе есть ценность быть человеком который знает который развит который знает вещи которые умны начитаны знающий и т.д. и т.д. с другой стороны это армамиют армамиют имеется ввиду человек который скажем так искушенный из-за знаний а есть этому обратное тмимут тмимут это простота когда человека нету искушенности когда человек по простому делает и дело в том что нужно понять в служении всевышнему есть два основных скажем так то есть базовые ценность есть то что называется два подхода и важных статью оба важны их оба нужно использовать есть служение всевышнему исходящие из знаний глубоких широких знаний и так далее которые позволяют более глубокое понятие более четкие определения более сильное умение понимать разные тонкости и так далее всевозможные философские вещи всевозможные вещи с верой со знанием бога знанием тора и так далее так далее это один путь который то есть более выправляющий служение всевышним но с другой стороны есть еще ценность то что называется в служении богу ботмимут то есть по простому то есть да вообще там это цельным будет с богом то есть господом богом но и многие понимают это и как быть простым без накруток и заворотов то есть в принципе есть какой-то аспект скромности человеческой перед богом перед мощью бога то есть не смотри то есть ничего что бог реальная человек принимает по простому вечности которой бог требует без всяких завигулин без всяких там заворотов без всяких философств и не так далее вот бог приказал т.д. Бог так считает, и ты склоняешь голову, то есть в скромности принимаешь это. Может быть, то, что мудрецы хотели, они хотели на базе, скажем так, того мира, в котором они жили, сделать изум, то есть сделать равновесие. Дело в том, что в древнем мире что происходило? Происходило так. Мужчина выходил из дома. Ему нужно было выживать. Нужно было заниматься едой, нужно заниматься это. Ему нужно было постановить тереться, рынки, купли, продажи и так далее. Так или иначе, ему нужно быть знающим, умным и уметь выкрутиться, чтобы выживать. Таким образом, его служение Всевышнего никогда в жизни не будет по-простому, потому что он знает все эти завороты жизни и все превратности. Поэтому он всегда будет, то есть его служение не может быть по-простому. Он будет всегда учить знания и так далее. С другой стороны, чем занимались женщины? Женщины находились в доме. Они занимались домом, они находились в доме и так далее. И в принципе у них было меньше намного соприкосновений с внешним миром и, естественно, с хитростью внешнего мира, с всякими искушениями внешнего мира и так далее. Таким образом, они могли сохранять вот эту вот простоту и служение в простоте. И поэтому мудрецы хотели сохранить такую вещь, чтобы в этом мире было два аспекта служения Всевышнего. С одной стороны, мужчины, которые будут служить из-за углубления знаний, и с другой стороны, женщины не будут углубляться в эти знания для того, чтобы сохранить вот это вот простое служение Богу по-простому, то есть без всяких искушенностей, без всяких мудрств, без всякой философии и так далее. И это то, что хотели мудрецы сохранить, как это было тогда. Потому что если начинать добавлять знания, то со знаниями приходит искушенность, со знаниями приходит то, что называли армумиют, и уже тмимут, то есть вот этой вот простоты уже не будет, и все. В любом случае, мы представили и подход Рамбома, то есть очень такой тяжелый, обидный, можно сказать, и подход другой в понятии армумиют, то есть убирание простоты и так далее. В наше время нужно понимать, это нерелевантно ни то, ни другое. Дело в том, что после того, как произошла революция сознания и знаний, свобода и так далее, доступность информации, тем более то, что называется промышленная революция, которая в принципе создала новый мир, в котором есть знания, много знаний и так далее, и мир начал развиваться очень быстро. И таким образом произошла другая ситуация, что в принципе женщины больше не оторваны от мира знаний, как они были раньше оторваны. И в этом случае, если им придем, то есть возьмем слово Рамба, Маймиире, почему была проблема изучать женщинам Тора, почему мудрецы не хотели, потому что они считали, скажем так, нельзя отрицать очевидное. В их время, во времена мудрецов, во времена Рамба, Маймиире, женщины действительно были необразованы, женщины действительно ничего не знали, действительно, то есть у них не было навыков для того, чтобы воспринимать информацию, а потом с ней что-то делать нормальное. По этой причине они говорят, что исторически, то есть так это было, они не говорили, что у женщин ниже IQ, у женщин нету разума и так далее, они не говорили, вот ситуация, по этой причине этого они не делали. Но, когда исторические факты происходят, когда женщины могут быть и понимают и физиками, и ярчиками, и всем чем угодно и так далее, понятно, что мы вообще находимся в другой ситуации. И даже Рамба, Маймиире уже в наше время сказали, что все по-другому. То есть уже не тот случай, женщины умеют глубоко копать, женщины умеют глубоко разбираться и так далее. Если же мы пойдем по поводу тмимут, то есть простоты, то тоже нерелевантно в наше время. В наше время женщина, хочешь не хочешь, она даже сидящая дома, так или иначе уже вполне искушена знаниями и так далее, тем более во времена эпохи интернета, когда идет поток, и лучше научить чего-нибудь, чем, дай бог, кто-то будет потреблять нефильтрованную информацию. Это будет еще хуже. По этой причине, плюс все учатся в школе, во всяком случае в нашем западном обществе, во всяком случае в еврейском обществе, в еврейском государстве и так далее. Женщины учатся в школах, все учатся, в принципе, приобретают навыки, выходят из дома, зарабатывают так или иначе, таким образом встречаются со всеми превратностями жизни, поэтому все это становится уже нерелевантным. Поэтому нельзя сказать, что изучение Торы должно у женщин продолжаться точно так же, как оно было до этого. И снова мы возвращаемся к тому, что мы начали, наша недельная глава. Наша недельная глава, из нее мы учим не только из нее, что с точки зрения Торы, базисный подход, женщины обязаны учиться. В какой-то исторический момент, какие-то вещи, которые должны были быть, то есть составили мудрецов в разных поколениях, сделать вывод, что женщинам этого не стоит делать, потому что хотят сохранить то, одно, другое, третье, четвертое. Сегодня это уже по-другому. Понятно, что сегодня женщины обязаны учить Торы. Естественно, невозможно принять ни в коем случае подход, что типа у женщин есть какая-то интеллектуальная ограниченность в понимании Торы. Просто неправда. Это просто неверно и совершенно неверно. Можно другой подход сказать, то есть те, которые против, например, того, чтобы женщины учили углубляться в учение Торы и так далее, можно сказать, что они считаются, что нужно оставить, что Всевышний так хотел, Тора так хотел, чтобы у женщин был, скажем так, ограниченный подход к тарническим знаниям. Можно сказать, это легитимный, то есть ты говоришь, да, женщины интеллектуально точно так же разве и так далее, но так Тора хотел, чтобы был ограниченный подход. Это легитимно такое сказать, но мы с этим не согласимся, с вашего позволения. Хотя легитимность в этом заявлении есть. Легитимности нет в заявлении, что женщины ниже интеллектуальной. То есть они не могут понять, что это неправда. Более того, сегодня и вообще глобально, всегда так было, а сегодня в разы больше, по-настоящему умение построить и сформировать серьезный, настоящий, духовный мир человека, который есть с обязательствами Всевышнего и так далее. Требует огромных знаний. То есть человек должен выучить базисные источники иудаизма, выучить базовые знания получить. Он должен пройти, скажем так, выучить то, что, тот базу, которую нужно пройти, более того, подниматься выше. Потому что в наше время врата к поднятию более лучшей службы Всевышнего, врата к более высокой духовности и так далее проходят только через знания. Через знания, через углубление Тору, понимание Тора и так далее. Без этого человек не развивается. Причем нужно идти постепенно по этажам. Никаких поверхностных знаний не помогут. Но тут нужно сказать эту очень интересную вещь. Я заметил, что есть у меня учителя, которые многие преподавали десятками лет женщинам на высоком уровне. Раф Шлому Леви преподавал женщинам, которые помогают выучивать законы Ниды, и потом женщинам говорят закон. Он им преподавал, он их экзаминировал и так далее. Раф Гиги так учил. То есть многие мои учителя учили и женщинам тоже на очень высоком уровне. И они сказали, по-настоящему есть разница между мужчинами и женщинами. Сейчас я объясню. Дело в том, что здесь очень интересный момент. Помните, мы сказали, захватили заповедь Аггель. Мы сказали, что те законы, которые Мушет дал перед народом Израиля и так далее, он и перед мужчинами и женщинами дал. Более того, мы сказали, что в Эггель нужно собрать весь народ, чтобы они слушали и учили. Правильно? И мужчинами, и женщинами, и детей. Так вот, Гмараф Трактаки Хадига говорит, что То есть если мужчины приходят учить, женщины приходят слушать. Что имеется в виду? Есть тут очень интересная вещь. Если сказать так грубо, скажем так, обобщить. То есть если грубо обобщить, то обычно мужская учеба выглядит так. Мужская учеба, мужской битмитраж выглядит так. Как учеба Торы глобального битмитража. В принципе, это поиски за источниками законов. То есть разбор, то есть каждую тему, разбор его источников. На чем стоят эти источники. То есть что в корне этих источников. То есть на каких правилах, аксиомах, законах и так далее все стоит. И в принципе потом это все собирается конструкцией и так далее. И выстраивается, скажем так, глубокий, называется лимут и юн. То есть углубленный учеб. То есть в принципе, скажем так, такой интеллектуальный конструктор. Когда ты разбираешь тему на запчасти, выстраиваешь ее принципы и так далее. Потом собираешь и можешь уже разносить ее по этим принципам в разные стороны. И можешь, скажем так, с этой темы разбирать темы, которые не были разобраны и туда-то нацеляшли. Просто мне хватает русского языка, чтобы так перевести эту систему учебы. В любом случае, когда мы говорим об изучении Торы женщинами, есть очень интересный момент. Там изменяются те вопросы, которые ставят ученицы. То есть в отличие от учеников мужчин. И подход. Там поднимаются больше вопросы, связанные с психологией ситуации. То есть психология ситуации. То есть не разбирается юридическая система ситуации, как обычно в мужском бэтмидраше. А разбирается и также психологический, личностный подход ситуации, который в этом есть. Таким образом, можно объяснить, что Эггель. То есть зачем нужно было собирать мужчин? Что такое Эггель? То есть нужно было собирать мужчины, женщины и так далее, всех вместе. Дело в том, что Эггель – это повторение, дарование Торы и раскрытие Торы всем народом Израиля. И для того, чтобы это раскрылось, нужно раскрылось, чтобы Тор раскрылся во всех, 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 всех аспектах. И дело в том, что мужчины могут дать только один аспект, такой, скажем так, рационально-интеллектуальный, юридический, такой вот углубленный. Не знаю, как это назвать по-настоящему. Женщины несут другой аспект понимания Торы. И он тоже очень важен для того, чтобы собрать всю эту мозаику вместе, для того, чтобы все стало в одно, скажем так, системой. Потому что иначе чего-то будет не хватать. И для этого создано то, что называется Эггель. Таким образом, вместе, мужчины, женщины, дети, каждый принимающий Тору по своим особым качествам души, в конце концов, делают эту цельную Тору. Возвращают это дарование Торы назад, эти все законы, которые и соединяются с Богом, как они были дарованы. Кстати, обычно, очень интересно, знаете, вот когда идет спор между противниками изучения Торы для женщин и заступниками изучения Торы для женщин. Очень часто он идет на уровне лозунгов, абсолютно не углубляясь в понятия. Причем там есть две крайности, которые обе плохие. Одна крайность говорит, что женщины и мужчины совершенно разные. То есть, да, у них есть разные интеллектуальные способности, поэтому женщина не может учить то, что мужчина учит. Это одна крайность. Вторая крайность, с другой стороны, то есть эти, конечно, против изучения Торы женщинам. А есть другая крайность, которая за. Говорят, мужчина и женщина одинаковы. То, что может делать мужчина, может сделать женщина. То есть, нет никакой разницы. Это глупость, что первое, что второе. Потому что, да, есть разница. Действительно, то есть, и тот, кто по-настоящему хочет разбирать эту тему понятия мужчин, изучения Торы женщинами, он должен, скажем так, убрать категоричность. И он должен проверять каждую вещь по существу. Он должен, в принципе, понять, что мир Всевышнего и его творения очень разнообразны. И в нем много-много-много граней и цветов. Поэтому понятно изначально, что Всевышний создал так, что подход, умение, познание женщин и видение женщин будут отличаться от мужского. И так надо бы, потому что иначе зачем? Иначе зачем все это надо? Можно было сделать одинаково. Детарожать тоже можно как придумать. То есть, да, о чем проблема? То есть, да, есть виды в природе, которые они один, одна особа, он и гемофродит. То есть, у мужчины и женщины. Он может разобраться. Зачем мужчина и женщина тогда? Зачем их было разделять? Зачем делать эзерки, негдот, помощь напротив него и так далее? Понятно, что это все есть. И когда человек понимает, то есть, да, что есть разница, есть разные понятия, есть разные подходы, есть разные восприятия, то, кстати, снова нужно понимать, что есть разные слои общества. Иногда мужчины будут по-другому понимать, чем мы привыкли, как все мужчины. А иногда женщины будут понимать по-другому, чем как все женщины и так далее, и так далее. Но это составляет общую картину для чего? Для того, чтобы Тора была понята и Тора была выложена, как мы учим сегодня, эти законы, которые поставишь перед ним, чтобы эти законы, во-первых, обязывали их всех, и эти законы, они должны понимать, что для них это было как накрытый стол, как говорит Раши. Этот накрытый стол может получиться только одним способом, если это понять. А когда ты понимаешь, преподаешь, и когда ты углубляешься, ты должен учитывать особенности каждого из подходов и должен понять, что каждый из того, кто учит, в конце концов раскрывает другой, новый из аспектов Торы, который ты сам не видишь. Для того, что Торы, мир Всевышний, он очень-очень широкий, очень-очень масштабный, и каждый человек, и каждый человек, или каждый даже сектор и так далее, видит только часть. По этой причине, кстати, споры в Галахее, почему говорят, это эти слова Бога Живого. Каким образом? Гаритонич спорит. Очень просто, потому что он видит эту часть, и он видит эту часть, но спором, поэтому между ними есть спор в их видении. Но в конце концов, это часть всего целого. И это то, что происходит здесь. И поэтому, базируясь на нашей недельной главе, базируясь на том, что Тора изначально предполагала, и то, что Тора изначально хотела во всех аспектах изучения и понимания Торы, и тем более, когда мы пришли, в принципе, можно сказать, что мы пришли, может быть, к тем временам, что были наши пророки, то есть наполнится вся земля знанием, а для этого нужно изучать и так далее, поэтому раскрылись возможности и так далее, которые дают и женщинам не только возможность, но и обязанность изучать Тора, для того, чтобы раскрывать эти вещи, то есть, чтобы земля наполнялась знанием Бога все больше и больше. Раньше, кстати, до этой революции, изменения были очень минорные. Мир такой ощущения, что он очень медленно развивался, и вещи почти изменялись, они шли так. Когда началась технологическая революция, то есть, производственная революция, все начало лететь со скоростью, с бешеной скоростью изменяться. И, в принципе, мы идем к тому, что раскрывается все вышли, все больше и больше, и поэтому нужно делать, кстати, очень важно делать разные учебные учреждения, такие или другие, которые учитывают подходящее изучение для одних или других. Поэтому, допустим, у женщины не может находиться в мужском битмидаже, потому что мужском битмидаже по-другому думает. Моя жена рассказывала, у них преподавал Рафсимха, он преподавал на Скфар-Руэ, то есть в Ешват-Тихуне, и в женской школе. Причем, то есть он должен был преподавать не те же те. И он сказал, что у мальчиков очень часто легче преподавать. Он преподавал тему, называющуюся «агуна». «Агуна» – это когда мужчина исчез, и женщина неизвестна, то есть он погиб, не погиб, то есть она, в принципе, осталась как соломенная вдова, то, что называется. И закон так, как так. У мальчиков один урок объяснил все законы, все прошло, все замечательно. У девочек он три урока подряд не мог закончить тему. Потому что как только начинал раскрываться, то есть появлялся почти вой. «Авальгараф зелу ферр». Говорит, ну это же несправедливо. И то есть он начинает разбирать, то есть почему это так и так далее. Вся эта система. Он говорит, это несправедливо, почему это так. Мужчина это вообще не интересует. Справедливо и справедливо потом разберемся. Закону говорит так, это работает так. Это другое мышление. И поэтому нельзя сажать женщину-мужчину в один дебедаж. Разное мышление. Не, правда, есть женщины, которые как мужики думают. Но, кстати, не считаю, что это очень хорошо. На этом, я думаю, что тему мы раскрыли. Я считаю, что женщина обязана учить Тору. Это центральный посыл вообще Торы, который уже начинается с нашей недельной главы. И то, что временно были какие-то определения и ограничения, сегодня это уже не релеван. Так что, дорогие женщины, с которыми я учусь, поэтому обратите внимание, я не разделяю на... То есть, женщины мне преподают только женские, так скажем так, темы. Я вполне преподаю мужские тоже темы. Иногда, то есть, получают женщин интересные фидбэки, интересные взгляды, которые я как мужчина мог бы просто не увидеть. Вот. На этом мы сегодня заканчиваем. Всех, кто нас вводит запись у хорошего. Запись на этом я останавливаю.